всем привет иду на обед погода шикарная утих ветер светит солнышко я с утра такой шарф на себя напялила сейчас его на работе оставила так как вечером все равно пойду ну вечером 4 опять мне нужно на работу вернуться по пятницам всегда работы с утра есть вечер поэтому дома мой на работе его оставила потом все на пляж пойдем же гулять как всегда а там вдруг прохладно будет пока жарко такие вот у нас планы сейчас пойду поем свою фасоль стручковую наверное яичко туда еще разобью чтобы уж совсем вкусненько было и у все полежу немножечко и опять наработку все когда погода такая прям классная знаете охота делать чего-то когда холодно или сильно жарко то вообще никаких дел нет прям тело вообще не не желает ничего делать а пока шеркадос главное ветра этого дурацкого нет который все сносит на своем пути это нас радио радио солобрение сто семьи один так кому интересно пятачок такой и смотровая площадка видите море какой спокойное все в гору в гору на славочке вот эти вот их не было в прошлом году оставили 30 какая погода ну вообще вот сразу же желание жить появляется сюда пойдем сегодня вечерком после работы гулять птички поют слышать все насмотрелись даже петухи немного вам природы испанской блин еще это не спаги а ботинки теплые отдела у меня всегда ноги мерзнут сегодня и сейчас если если что ледяные правда вот теплые ботинки носки ноги ледяные не знаю и сплю я в теплых теплых носках каждый раз я подхожу меня какая-нибудь царапина я не знаю тут все машину нас все в царапинах паркуются непонятно как так машины и нас вот за этой не значит вода какая-то что ли там водная станция что-то такое а залазю я вот в эту дверь потому что машина очень близко 100 стоит к этой стене не залази вот так вот таким образом на мячику сначала на одно сиденье садимся машине духотище вот таким образом с этим мартышкой у меня он не не дает ничего делать там вообще-то я должна сидеть все поехали везите нас и и как мы поедем мы поедем мы помчимся на оленях утром ранним вот мандыкнулся мандыкнулся а как ты хотел иди отсюда ой быстрей бы дверь открыть о не дверь окно открыть шарище в машине мы поедем мы помчимся на оленях окно открыли он любит меня в окно смотреть да только сейчас он назад пойдет и я его там пристегну безопасность прежде всего вы знаете на улице так тепло что я открыла двери чтобы согреться представляете не знаю сколько ну прям вообще на улице либо то еще у меня вот жук опять жрал мои цветы смотрите какие они все изъеденные видите тут прям в общем я этого жука есть же это брызгалка специальная для всяких там мух вот побрызгала вот такой жучар как червяк знаете такой противный прям жрал 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 такой против них я вообще всех этих насекомых прям на дух не перевариваю всяких червяков мне прям как-то них не неприятно и он такой вот побрызгала специально и все отвалил моя черешня такие вот дела у нас на работе проветриваем помещение и заодно прогреваем да что делать ветра нет тепло солнышко все липота надеваем фарточек халатик и за станок точнее сказать за ножницы моих дверях что-то происходит какая-то машина остановилась но это стекло который перевозят и они что-то куда-то делают а если ко мне клиент захочет идти это как он придет ко мне смотрите как приток стал интересные девки пляшут все сваливает испугался полноса меня когда я пришла до испугался эти да брысь отсюда брысь ко мне клиенты должны прийти от и тут встал не мешаешься какой проказник наверное кому-то окна устанавливает да моя сладка рибка да моя рыбка такой сладкий такой самый вкусный самый вкусный вам и вкус не и любой вкусный самый вкус не моя рыба такая морозок у меня он и съела бы так представляете подъехали стоят 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 и стоят как ко мне люди придут через них что ли вообще ну что я отработала идем как всегда на пляж я сделал один кружочек небольшим небольшой какой он тут полтора километра круг его невозможно сделать небольшим потому что если зайдешь то нужно круг делать сегодня нереально вкусно пахнет море знаете несмотря на то что наверное после шторма после такой вот затишье пахнет морем вкус такой прям вот морской волны знаете только намного насыщеннее и намного вкуснее море кстати не всегда пахнет не не знаю с чем это связано но вообще очень редко пахнет морем а иногда прям такой запах насыщенный иногда тухлячком конечно попахивает а сегодня вкусно прям вот йод там мужик загорает правда в одежде погода сегодня замечательно и женщина вообще не знатой вообще пахнет я сейчас пару кругов наделаю а ты куда так без из эти куда так без из это бизит сейчас еще поссориться мы чарли он любит у меня поссориться в общем погуляю сейчас здесь и поеду либо валькампу либо в меркадону чего не выбрала и не уточнила куда мне в принципе нужны фрукты а валькампу выбор побольше наверное валькампу быстренько заеду потом вечером в общем потом узнаете что вечером а пока фоточку в инстаграм за бацю заходите подписывайтесь на мой инстаграм ссылка ссылка внизу как всегда вы знаете я тут вам говорю что жарко там тепло до 19 градусов на самом деле я думала море будет холодно и одела шарф не совершенно здесь не нужен одета я сегодня в ветровке это обычная ветровка весенняя просто как джинсовка поэтому в ней совершенно не жарко но шарф ну напялила теперь куда же мне его хотя у меня же рюкзак сзади вот я дурак какая ну ладно буду теперь париться не охота мне раздеваться хотя свободу попугаю правда упарилась теперь намного был лучше благодаря вам разделась ладно побежали побежать такую фотку классно сделал в инстаграм вообще даже не ожидал представляете stories делала потом я ее загвардарила то есть спрятала и выставлю уже такая вообще шикарнейшая шаркадос ну естественно чарли мой мне позировал вот сама пока ну сама почему-то не получаюсь хорошо фотка но это понятно рука нужно длинная а палки с собой всякие сэлфи я не нашу что машине есть хотя всегда валяется такие делишки приехали домой уже если бы не на ночь ну не на ночь где-то до 12 наверно до часа останусь одна муж повез у подруги моей фики вы видели у меня на канале у нее сын карлос маленький и у нее мама не же приезжал месяца два назад и все уже вот они ее в аэропорт повезли а я ночью не люблю ездить поэтому я дома осталась в общем я сегодня одна буду телек смотреть что хочу ну хотя и в принципе так всегда смотрю что хочу дела вот такую смотрите хурму я никогда ее не брала такая приплюснутая что-то я всегда вот такую брала а это приплюснутую взяла попробовать потому что валькампу хурма какая-то невкусная я брала ее она какая-то вообще безвкусная а это вот взяла намного дороже ну сколько нам ног на евро почти дороже не знаю вкусный не вкусный чудо сорт естественно свои любимые яблоки фуджи потом разложу даже пахнут представляете без серы наверное фанатские бананы они были с предложением по евро 75 стоит килограмм обычно два с лишним а здесь предложение потому что обычно мы как-то не едим у меня в принципе по барабану я слишком много банан то и не ем где-то один когда-нибудь съесть вот но мне не зараза нравится и смотрите есть целый арсенал взяла всяких всяких не знаю как даже это назвать еще не придумала им название вкусняшка не вкусняшка но вот это вот молоко из соевое молоко с ванилью очень вкусно для моего кто-то пришел смотрите видите свет зажегся это у нас там коридор для моего кофейного напитка а это вот тоже соевое молоко ну с вкусом шоколада соседка пришла вот тоже не очень калорийная кстати почти по калориям такой же как и и вот это в принципе одни и те же калории в них и кокосовый напиток с рисом я вообще не понимаю что это я искала обычное кокосовое молоко так опять начинается что тебе опять не устраивает поилка начинаешь ее двигать всю воду потом разольет на кухне хоть лавой вы видали его ему жрать и хочется и колется в общем нашла вот такую какую-то кокосовую фигню кокосовую фигню хочу сделать с ананасом смузи такое будет у меня кокосовая фигня с рисом и с ананасом на ужин как вы думаете калорий здесь не очень 20 калорий всего представляете вообще шикардос с ананасиком на ужин мне кажется вот так кетчуп у нас написан стопроцентный томат а нет томаты стопроцентность это с испании но тут нет никаких ешек в принципе мне по барабану ешки бэбэшки кто не курит и не пьет тот здоровеньким побрет я не не знаете не больная не то что не больная я не сильно обращаю внимание на всякие хочется конечно чтобы быть пропитаться питаться полезной все такое для здоровья кстати сейчас говядину буду готовить но не сильно правда чтоб смотрю засматриваюсь там что что-то такое в общем кетчуп мы не особо не едим но должен быть знаете иногда вот макарошки там отваришь или рис просто даже кинешься хоп а кетчупа нету помидоров у меня тоже нету почти никогда я их не люблю поэтому помидоров доме у меня очень редко бывает я даже когда салат делаю я помидоры не давала в ремьер то я их не люблю муж на меня ругается но у меня нет никогда белого хлеба доме потому что его не ем и помидор и естественно всяких там шоколадок и вкусняшку потому что я все это все съем если меня я знаю что у меня есть шоколад то у меня вот так червяк будет, вот так гладать, гладать, говорит мне, говорит мне на ухо, Оксана, у тебя там шоколадка лежит, Оксана, у тебя там шоколадка лежит, и я пока не успокоюсь, вернее, пока не сожру ее, но не целую, естественно. В общем, даже 3-4 дня будет она мне, эта шоколадка, все время шитать на уши, что она у меня там лежит. Поэтому покупаю себе витаминчики. Смотрите, целых 2 килограмма взяла вот таких, не дешевые мандаринчики. Вот, что-то они мне обошлись, кстати, чек уже в помойке. В общем, все это на 16 евро. Вот, сейчас хочу сделать себе, во-первых, поставлю говядину, готовится очень вкусно с вином и с овощами. Рецептик у меня есть на канале, заходим, смотрим вот такой рецептик, и вкусняшка необыкновенная. На завтра и рис отварю, и будет у меня шикардос. Все это, естественно, я буду делать в мультиварке, чтобы меньше гадить всякой посуды, и быстренько туда закидал. И оно там само себе бурчит, там все женится, все дела делает. Но я так кушать хочу, или я не хочу, я не помню, я пить хочу. Что я хочу? Я пить хочу. Вот, а еще я постоянно вот эту губу прикусываю, вот там с той стороны. У меня уже, не знаю, она постоянно прикусанная у меня, и постоянно болит. Скоро буду так ходить. Так что, если вы меня увидите в моем видео вот так, это не от того, что я губы накачала, от того, что я их съела. Мясо хочу. Больно, блин, знаете, как птик пахнешь, блин, клыками вот этими. У кого так тоже бывает? Быстро рассказываем. Ладно. Буду готовить. С мультиваркой все запихаю. Обработаем ананасик. Я вроде думаю, что он спелый уже. Говорят, как-то надо вот это вот крутить. Вот это вот. И если крутится вот так, то значит он спелый. Я всегда по жопе смотрю. Если она вот такая желтенькая, значит она, он спелый. Ну и вообще выглядит он как-то вот так. Все оттуда выпадает, значит спеленький. Может даже и гнируем. Что может быть? Сто процентов. Ой, все. Ладно, делаем дела. И потом посмотрим телевизор. Потом посмотрим телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие дела Там у меня все жарится Будем доделывать Смонтировала почти видосик Осталось попрощаться с вами Смотрите, у меня такой вкуснятин Я уже добавила туда овощи все Специи Вы не представляете, как это пахнет Потом добавлю укропчик Это пахнет просто обалдеть Можно с линями зайти Еще у меня что-то башка разболелась Ой, у меня еще рис Я на завтра сварю Сейчас поставлю рис Но оно быстренько сварится Поэтому ничего страшного Буду с вами прощаться Завтра у меня будет Буду с вами прощаться Завтра у меня будет рис Передвинем мультиварочку Вообще, хороший весь мультиварочек Твою мочу Что у меня тут такое? У меня тут вообще беспредел Масло влезло Всего, смотрите Две каких-то масапана Которые вообще там не знаю что Я его не люблю Муж что-то недоедает Две, два масапана Марсапан, масапан Ну, в общем, вы поняли, да? В общем, я пойду сейчас Сейчас рис поставлю варить И пойду умываться Красоту смывать Мы завтра новую наведем С вами буду прощаться до завтра Всего вам самого наилучшего Не болейте И прекрасных вам выходных Пока-пока